Общественно полезный труд. В Прикарпатии не хватает денег на зарплаты бюджетникам. Сложнее всего в объединенных территориальных громадах. Почему они безуспешно тонут в кредитах, разбиралась Жанна Дучак. Финансовые трудности в Тлумачской объединенной территориальной громаде с начала года. Чиновники горсовета подсчитали, что им не хватает более миллиона гривен на зарплаты педагогам. Стану на 1 лютого нестача по освещенной субвенции по зарплате педагогам становить 540 тысяч. И это идет в нарастающем подсумке. За лютый не выстачит нам где-то больше миллиона. Субвенции от государства на зарплаты педагогам, говорят в отделе образования, не хватает. Например, аванс за февраль выплатили, используя деньги, предусмотренные на март. Но вот зарплаты тех работникам, которые финансируются исключительно из местного бюджета, платить нечем. Такую рокировку финансирования в горсовете называют вынужденным шагом, поскольку собственных поступлений в бюджет не хватает. Чтобы погасить все долги, местные чиновники были вынуждены взять кредит. Более 5 миллионов гривен. Эти деньги, которые мы бы подкладывали на те объекты, которые мы запланировали сделать в бюджете, или на ремонт дороги, или на спортивные майданчики, мы их сейчас выплачиваем, эту запортованность, которая была за 2017 год, и та, которая не остается в 2018 году. В Плумачевской ОТГ не исключают, что вскоре придется брать кредит снова. Ведь по расчетам к концу года только на зарплату учителям не будет хватать около 11 миллионов гривен. Похожая ситуация и в других объединенных территориальных громадах, признаются в Ивано-Франковском облсовете. В горных регионах тех работники только на днях получили зарплату за январь, а общая задолженность по областям уже превысила 30 миллионов гривен. Депутаты областного совета уже обратились к правительству и нардепам с просьбой увеличить финансирование.